Привет, спортсмены и болельщики! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой был счет в матче, а любимые команды вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Марш! Не успели юный гимнастский Дюшикар вернуться с победы из Саранска, как отправились в Арзамас. И снова вернулись с медалями. 3 ноября девчонки выступили на открытом первенстве Арзамаса по художественной гимнастике. Вне конкуренции в личном зачете оказалась Полина Резяпова, завоевавшая первое место. На высшую ступень пьедестала поднялись также девчонки из команды «Забава». Бронзовые медали в своих группах взяли команды «Кокетки» и «Серпантинки». Тренируют спортсменок Елена Пугачева и Екатерина Колганова. Продолжаем с мальчишками и девчонками из Дюшикар. 2 ноября завершилось открытое первенство Нижнего Новгорода по плаванию. Успешно выступили на соревнованиях воспитанники тренера-преподавателя Евгения Чувашлева. Екатерина Перминова стала бронзовым призером на дистанции 200 метров браса. Алексей Захаров на дистанции 100 метров вольным стилем выполнил первый спортивный разряд по плаванию. Екатерина Боченко прошла отбор в состав сборной команды Нижнего Новгородской области для участия в всероссийских соревнованиях по плаванию, которые пройдут в Цептыхаре в декабре. 28 октября в Москве прошел финал чемпионата России по пейнтболу. В нем приняли участие сильнейшие команды России, победители и призеры региональных серий турниров. Всего 17 команд из Москвы – Ярославля, Иваново, Самара, Нижневартовска, Петрозаводска, Магнитогорска и Сарова. Саровчане по итогам летней серии турниров заняли третье место и получили право участвовать в финале чемпионата России. Хоккейная команда «Саров-2009» выиграла турнир «Эмират Куб-2018». На литовой арене базы отдыха «Изумрудная» 4 ноября завершился всероссийский турнир по хоккею среди юношей 2009 года рождения. По итогам турнира, в котором принял участие 7 команд, почетный трофей достался мальчишкам из «Сарова-2009». На втором месте «Атлан-2009» из «Шахуни», на третьем «Беркут-2009» из «Ухты». Два хоккеиста из «Сарова-2009» вошли в число лучших игроков турнира. Дмитрий Борисов был признан лучшим вратарем, а Игорь Кочелаевский стал лучшим бомбардиром. В рамках очередного матча в ВХЛ «Кубка шелкового пути» команда Игоря Веркина одержала волевую победу. В Москве наши профессионалы встретились с командой «Звезда». В упорной борьбе наши ребята одолели москвичей со счетом 1-2. Правда, уже 3 ноября в матче с «Химиком» из «Воскресенска» продлить победную серию ребята не смогли. Первый период для ХК «Саров» закончился с ничейным счетом 1-1. Во втором и третьем пропустили еще три шайбы и к финальному свистку пришли со счетом 4-1. Как отметил после матча Игоря Веркин, хотели дать бой, но соперник был посвежее и шайбу держал, и моменты создавал. Саровская любительская хоккейная команда «Саров Инвест» в новом сезоне приняла решение повысить планку и выступить в высшей лиге областного турнира. Соперниками «Саровчан» станут команды из Кстова, Городца, Сокольского, Таншаева, Павлова, Дальнего Константинова и Дзержинска. Первая игра состоится в субботу, 10 ноября. Наши ребята сыграют в гостях с «Ураном». Сарове спортсмены-рыболовы провели состязаны, посвященные закрытию сезона. В этот раз ловили на спиннинг. Все подробности в сюжете Дарьи Цепаргиной. Участники городских соревнований в честь закрытия летнего сезона в один голос утверждают, что рыбалка – это не просто хобби, а образ жизни. Многие из них впервые взяли в руки удочку еще в далеком детстве. Рыбалка всегда помогала расслабиться и отвлечься от бытовых забот. А поднабравшись опыта и почувствовав уверенность в своих силах, можно и посоревноваться с другими рыбаками. Поделиться опытом, познакомиться – тоже неплохо. Это тоже для души. Интересно подобрать ключ к рыбе, неизведанное что-то, изведать. Может быть какая-то магия, поэтому даже у рыбаков есть поговорка. Могло быть и хуже, могли бы совсем на рыбалку не попасть. Это вот когда зимой или в дождь, все равно же заставляет, что-то тянет, несмотря ни на что. Уже не первый год в городе официально зарегистрирована Федерация рыболовного спорта. Сегодня в ее состав входит порядка 20 человек. Однако любителей рыбалки в Сарове значительно больше. Просто далеко не все готовы показать свои умения на городских соревнованиях. Очень многие боятся выходить. Хотя, в принципе, по большому счету ничего сверхъестественного нет. И по большому счету это ничем не отличается от обычной рыбалки, только добавляется соревновательный момент. И принцип, естественно, поймал-отпусти. Ну а те, кто все-таки захотели посоревноваться, достичь новых результатов или укрепить прежние, вооружились спиннингами и отправились на городскую плотину. К слову, за прошедший сезон некоторые члены Федерации рыболовного спорта повысили свой спортивный разряд и получили судейские категории. Все равно больше сопутствует удача на спиннинг. Потому что, ну, все пришли, пытаются. Ну, кто-то хочет поймать маленькую рыбку, кто-то крупную. Вот, допустим, у меня снасть рассчитана на более крупную. Ну, попадется, попадется. И тут уже выбирает каждый свою стратегию. И лучший вариант каждый выбирает и ловит. Так что, кому как повезет. Максиму Ведищеву в очередной раз удалось показать лучший результат на соревнованиях. Спортсмен подобрал ключ к рыбе и в буквальном смысле поймал удачу за хвост. И как результат, щука длиной 44 сантиметра и заслуженное первое место. Известно, что на всех соревнованиях рыбу поймать сложнее, чем на обычной рыбалке. Потому что людей много, прессинг большой на рыбу. Но, тем не менее, два человека у нас подобрали ключик сегодня к рыбе. После фестиваля по ловле на спиннинг у любителей спортивной рыбалки наступит небольшой перерыв. Зимний сезон откроют тогда, когда на водоемах появится устойчивый лед. Планируют, что следующие городские соревнования пройдут в конце декабря. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В спортивном комплексе в НИЕВ прошли традиционные семейные веселые старты. Состав команд – двое родителей и ребенок. Цель – доказать, что когда семья дружная, ей все по плечу. Шумно, весело и многолюдно бывает ежегодно в начале ноября в спортивном комплексе «РФЯЦ» в НИЕВ. Сотрудники ядерного центра с детьми традиционно принимают участие в семейных стартах. В этом году в борьбу за звание самой спортивной семьи вступили более 30 команд. А когда-то всего шесть сборных положили начало спортивному празднику. Раньше это было просто спортивное мероприятие. Ну а сейчас мы его проводим в виде такого спортивного шоу, что ли, с элементами концертной программы. Потому что они еще будут. Приглашаем также детей, танцевальные группы. В легкоатлетическом зале спортивного комплекса «Юниор» прошли традиционные соревнования на призы заслуженного мастера спорта России Татьяны Фировой. Традиционно побороться за главный приз на дистанции в 600 метров съезжаются юные спортсменки со всей области. В этом году своими глазами за победами наблюдала Мария Руничка. Матчевые встречи на призы заслуженного мастера спорта по легкой атлетике Татьяны Фировой проходят в нашем городе уже в 25-й юбилейный раз. Ежегодно на этих соревнованиях определяют лучших юных спортсменов Нижегородской области. Возраст участников традиционно 12 лет и младше. Поскольку у нас легкая атлетика такой немолодой вид спорта, дети начинают стартовать на областных соревнованиях только с 13 лет, поэтому где ребенку до 13 лет стартовать? Вот и являются этими такими стартовыми соревнованиями вот наши матчевые встречи. И потом наши матчевые встречи в Нижегородской области открывается зимний сезон. Воспитанница спортивной школы Икара Евгения Иришева занимается легкой атлетикой уже 5 лет. Как и многие юные спортсмены, Женя начинала с этой матчевой встречи. Сейчас она участница первенства России и Привожского федерального округа. 25-й турнир на призы Татьяны Фировой стал для нее особенным. Здесь ей вручили значок кандидата в мастера спорта. Мне нравится легкая атлетика. Ну, не знаю. Просто нравится здесь заниматься и бросить я ее уже не могу. Олеся Михеева приехала на соревнования из Первомайска. Девочка занимается легкой атлетикой всего год. Она успешно преодолела дистанции. Хотя сделать это было не так-то просто. Я пробежала 200 метров. И когда я пробежала, мне стало более легко. Помогла мне это моя поддержка тренера и всей моей семьи. То, что они у меня в сердечке. Милана Левина – самая младшая участница соревнований. Ей всего 5 лет. Девочка не побоялась взрослых соперниц и сама решила, что хочет участвовать в турнире. Я пришла с родителями в соревнованиях. И они меня поддерживали. Юным легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции на 200 и 1000 метров. На дистанции 600 метров среди девочек 2008 года рождения Татьяна Фирова утвердила еще и свой главный приз. Мария Руинч, Максим Нифонтов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первыми узнавать самую актуальную информацию или быть героями наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!